ну что ж давайте попробуем начать ой что-то что-то у нас все очень громко раз значит мы сегодня с вами закончим кинематику и следующий раз в конце лекции все напишем электронный тест по кинематике уже многое сейчас выставлено на стадии вейс я думаю сегодняшние лекции сегодня завтра мы их выставим из лекции будут ссылки на соответствующие вопросы тестов которые вам встретятся и на вашей работе я вам рекомендую походить по этим тестам чтобы хотя бы понимать как технически это работает я вам рекомендую следующий раз прийти на эти тесты с вашими либо мобильными телефонами либо ноутбуками опыт показывает что надо на ноутбуке это делать удобнее но можно и на телефоне при этом как уже говорилось далеко не все вопросы которые в тренировочных версиях есть они не будут исчерпывать того что будет и в тестовой версии вы будете набирать очки посмотрим что у вас получится так сказать надо сказать что те входные тесты которые вы писали здесь и в удаленном режиме там были не очень однозначные корреляции и некоторые кто здесь продемонстрировал почти ноль там набрал много очков что наводит на разные мысли сами понимаете здесь экзаменационные тесты быть проходить здесь они дома поэтому мы посмотрим посмотрим что получится ну вот у нас с вами сейчас будет заключительная лекция по кинематике где мы посмотрим как все работает то о чем мы с вами говорили было и нельзя воротить но нет повода хмуриться бесса мракобесе тела физпака живет ньютон не забыть александр сергеич прогугливается ах нынче наверно лекцию снова прочтет мы сейчас поговорим о движении тела брошенного под углом горизонта так вот опыт показывает что вблизи поверхности планет том случае если все взаимодействия между телом и другими объектами малы по сравнению с взаимодействием этого тела с планетой и в том случае когда начальная скорость у тела не очень велика она гораздо меньше второй космической скорости правда мы пока еще не договорились что такое вторая космическая скорость так вот оказывается вблизи поверхности планет тела не очень быстро брошенные в случае если нет атмосферы нет электрических взаимодействий еще чего-то все двигаются равно сios единаковым ускорением шеп ну наверное так она направлена почти перпендикулярно поверхности океан когда у нас есть свободная водная поверхность, и называется это ускорение G. На Земле оно 9,8, на других планетах оно другое. Ну и вот возникает тогда практически важный вопрос о том, что если у нас с вами имеется плоская поверхность планеты, и у вас там где-то имеется сосед, и есть камень, то вы, естественно, хотите в огород к соседу забросить камень, при этом находясь от соседа по возможности подальше. И вы умеете бросать камень с начальной скоростью V с ноликом, ну и можете менять угол, который образует скорость с поверхностью планеты. А ускорение свободного падения мы с вами договорились смотреть вниз, перпендикулярно поверхности планеты. Ну, наверное, не будет для вас большим секретом о том, что камень рано или поздно упадет на поверхность планеты, ну и надо найти всё, что можно найти. И дальность полёта, и максимальную высоту подъёма, и время подъёма, и время полёта, и уравнение траектории, в общем, всё, что можно. Ну, прежде чем решать эту задачу, разумно вести удобную систему координат. Прежде всего, начало отсчёта мы совместим с точкой кидания камня. У нас есть договорённость о том, что пространство однородно, а это означает, что никакой сдвиг ничего не меняет, и, наверное, если мы расположим начало отсчёта в точке бросания камня, то в конечном итоге решение будет такое же, если мы начало отсчёта расположим где-то в другом месте. Ну, естественно, с точностью до сдвига на это расстояние. Поэтому начало координат мы поместим здесь. Второе. У нас пространство изотропное, и мы можем оси координат крутить, как мы хотим. Ну, вот давайте, например, ось Y направим против направления вектора G. Вот сюда. Тогда ещё для оси X и Z у нас есть выбор. Мы можем крутить их относительно Y, как хотим. Ну, давайте, например, повернём систему координат вокруг Y так, чтобы вектор начальной скорости лежал в плоскости XY. Наверное, не стоит делать так, чтобы ось Y составлялась ускорением свободного падения угол 37,5 градусов и торчала под углом 20 градусов к плоскости, в которой полетит камень. Наверное, так можно сделать, только решать задачу труднее будет. Поэтому давайте ось Y направим вот так. Ось X смените. Ну, а тогда оси Z некуда смотреть, кроме как сюда. Ну, вообще говоря, мы с вами договорились, что если у нас движение равно ускоренное, мы сказали, что опыт показывает, что вблизи Земли все тела двигаются равно ускоренно и других планет, то тогда можно пользоваться уже готовыми формулами. Радиус вектор материальной точки в момент времени t равен начальному значению радиуса вектора плюс начальная скорость на t плюс половинка a, t в квадрате. И скорость в момент времени t – это начальная скорость плюс a, t. Эти соотношения для равно ускоренного движения мы с Богом с вами вывели. Осталось теперь конкретизировать наши вектора. Ну, что касается вектора R с ноликом, то поскольку мы выбрали начало координат так, что тело в начальный момент находилось в точке 0, поэтому вектор R с ноликом – это вектор 0, 0, 0. Что касается вектора V с ноликом, то его x-проекция – это V с ноликом косинус альфа, y-проекция – V с ноликом синус альфа, а z-проекция – 0. И, наконец, что касается вектора A, то это вектор G, у него x-проекция – 0, он смотрит вниз, y-проекция – минус G, z-проекция – 0. Ну, теперь, если эти векторочки мы подставим сюда, например, в выражение для V от T, то мы должны честно написать, что V с ноликом – это V нулевое косинус альфа, V нулевое синус альфа – 0, плюс АТ 0 минус G0 умножить на T. Теперь, пользуясь правилами работы со столбцами, о которых мы в прошлый раз говорили, и вы их, конечно же, все прекрасно усвоили, мы можем этот столбец умножить на T и сложить столбцы покомпонентно. В результате получаем, что вектор скорости – это V нулевое косинус альфа, V нулевое синус альфа минус GТ и 0. Точно так же, если нас интересует радиус вектор в момент времени T, это R с ноликом вектор 0, 0, 0, плюс V нулевое T, V нулевое косинус альфа, V нулевое синус альфа 0, умноженное на T, плюс половинка АТ в квадрате. Это одна вторая вектора 0 минус G0, умноженного на T в квадрате. Или, пользуясь правилами работы со столбцами, мы получаем V нулевое косинус альфа Т, V нулевое синус альфа Т минус 1 вторая GТ в квадрате и 0. Всё, господа, задача решена. Мы знаем положение и скорость каждой из материальной точки в любой момент времени. Значит, мы знаем всё. Это ответ. Знаем три компонента скорости, знаем три компонента радиус вектора, знаем три компонента ускорения. Больше ничего знать не надо. Задача решена полностью. Ну, естественно, возникает вопрос о всяких там мелочёвках. Ну, например, как найти максимальную высоту подъёма? Ну, понятно, что в момент, когда тело достигает максимальной высоты подъёма, оно перестаёт двигаться вверх вдоль оси Y, перестаёт подниматься, начинает падать. Поэтому в точке, когда оно достигает максимальной высоты подъёма, её Y-компонента скорости обращается в ноль. Поэтому, если мы будем считать, что в этой точке время равно T вверх, T вверх – это сколько тело летело вверх, то условием того, что тело достигло максимальной точки подъёма, есть утверждение о том, что Y-ковая компонента скорости в момент времени T вверх равна нулю. Теперь берём выражение для Y-ковой компонента скорости V нулевое синус альфа минус G и подставляем здесь T вверх. Поскольку это должно равняться нулю, то отсюда сразу же получаем, что время движения камня, пока он поднимается, это есть V нулевое синус альфа делить на G. Вот столько камень поднимается. Теперь, если нас интересует максимальная высота подъёма, мы возьмём выражение для Y-ковой компонента радиус вектора, которое верно в любой момент времени и подставим там вместо T, T подъёмнее. Поэтому высота H, которую мы ищем, это есть Y-ковая компонента радиус вектора R в момент время подъёма. Берём это выражение V нулевое синус альфа, а вместо T подставляем время подъёма, V нулевое синус альфа делить на G и вычитаем половинку G на квадрат времени подъёма V нулевое в квадрате синус квадрат альфа на G в квадрате. Дальше нетрудно сообразить, что это G и G в квадрате сокращаются, и у нас получается два абсолютно одинаковых слагаемых, одно умноженное на единицу, второе на одну вторую. Ясно, что их разность – это половинка V нулевое в квадрате синус квадрат альфа делить на G. Вот на такую максимальную высоту поднимается тело, если вы его кидаете со скоростью V с ноликом, под углом альфа. Вопрос на засыпку. Под каким углом надо кидать тело, чтобы оно выше всего поднялось? Молодцы! Вот когда я учился в школе, я учился в школе с изучением углубленном физике, ну, у нас и математика была жесткая, у нас в кабинете математики над доской висел плакат. Прежде чем решать задачу, иногда бывает полезно познакомиться с ее условием. Вас, господа, сейчас я спрашивал не о максимальной дальности полета, а о максимальной высоте. господа, вот если бы вы сейчас сдавали тест, все, вы выбираете... Ясно, что в этом вопросе, под каким углом надо кинуть тело, будет и 45 градусов, и 90 градусов, и π на 4, и π, и π пополам. Понятно, да? Вы выбираете π на 4, и вам компьютер мило говорит, прежде чем решать задачу, полезно познакомиться с ее условием. Прочитайте условия и подумайте. У вас для этого есть специальный орган с серым веществом внутри. С очень серым, если вы выбрали, 45 градусов. Ужасно серым. Понятно, что на тесте-то будет, да? Вот так, раз, и все. А следующее, когда пересдаете, уже с коэффициентом 0,7. А следующая попытка уже с 0,7 в квадрате. И если вы с десятого раза добрались до правильного ответа, к вам к неправильному добавится 0,01 очко. Со всеми вытекающими последствиями. Господа, вам дано серое вещество для того, чтобы думать раньше, чем вы начинаете что-то говорить или начинаете что-то писать. Так вот, господа, максимальное значение будет в том случае при заданной скорости, когда синус максимален. Синус максимален при угле π пополам, он равен 1. Поэтому, если хотите кинуть камень как можно выше, кидайте его вертикально вверх, а не под 45 градусов. Да-да-да. Вот с этого все и начинается. С этого все и начинается. Теперь нас интересует, а как дальше всего закинуть камень? На какое максимальное расстояние он пролетит? Чтобы найти расстояние, давайте найдем время всего полета. Как найти время всего полета? Понятно. Что? А почему? А почему? Да. Потому что, когда камень вверх и вверх является ускорение, оно будет таким же, как ускорение, которое должно разгонять на падение вверх. И что? Если я в воздухе кидаю, ускорение свободного падения вверх и вниз тоже одно и то же. А вот я не думаю, что время подъема равно времени падения, если у нас не вакуум. Это все пока бла-бла-бла. Господа, тело прилетит вниз, когда его высота по у обратится в ноль. По этому, если мы будем считать, что падение произошло во время т, которое обозначим вверх-вниз, условие падения тела состоит в том, что ноль равен р, у в момент времени т вверх-вниз. Тогда подставляем выражение для у в момент времени т вверх-вниз. В нулевое синус альфа т вверх-вниз минус половинка g т вверх-вниз в квадрате. Вообще-то получилось квадратное уравнение, но сейчас его легче разложить на множители, чем решать, как квадратное уравнение. Т вверх-вниз мы вынесем за скобки, а в скобках останется v нулевое синус альфа минус половинка g t вверх-вниз. Отсюда очевидно, что есть два корня у этого уравнения. Первый корень t вверх-вниз равно нулю, и второй корень t вверх-вниз равняется 2v нулевое синус альфа делить на g. Кстати, ставлю такую скобочку, это означает, что то или другое. Сразу возникает вопрос, почему два корня, почему два решения? А потому что математика, она дура. Она честно отвечает на поставленный вопрос. Мы спросили, в какой момент времени высота равнялась нулю. Нам сказали, когда оно было здесь, когда было здесь. Ну, понятно, что нас интересует второй корень. Если теперь нас интересует расстояние l, это будет rx в момент времени t вверх-вниз. rx дает нам положение тела по оси x в любой момент времени. Ну, естественно, если теперь подставить выражение v с ноликом косинус альфа t вместо tt вверх-вниз, это будет 2v нулевое синус альфа делить на g. И если вспомнить, что произведение косинуса альфа на двойку и на синус угла дает нам вместе синус двух альфа, мы автоматом получаем v нулевое в квадрате на g на синус двух альфа и если мы хотим закинуть тело как можно дальше, то, естественно, максимальное значение синуса равно единице, когда 2 альфа будет равняться π пополам, следовательно, альфа π на 4. И вот теперь уместно кидать тело под углом 45 градусов, если, конечно, вы кидаете тело в вакууме. В воздухе будет все гораздо хитрее. И уже очень скоро на следующей лекции вы должны будете уметь решать эту задачу в воздухе. Знаете, вам насколько поумнеть придется за это время. Ну и осталось последнее уравнение траектории. Уравнение траектории это зависимость y от x. Ну, уравнение очень просто выводится. Первое уравнение связывает x с временем. x у нас равняется v с ноликом косинус альфа на t. Отсюда время t это есть координаты тела делить на v с ноликом косинус альфа. И тогда, если выражение для y, которое равняется v нулевое синус альфа t минус половинка gt в квадрате, мы подставим выражение для времени через x, мы исключим из этих уравнений t и получим зависимость y от x. Итак, мы подставляем сюда t, v нулевое сокращается, получаем синус альфа делить на косинус альфа, тангенс альфа умножить на x, минус одна вторая, gt в квадрате. Это будет g v нулевое квадрат косинус квадрат альфа на x в квадрате. Итак, у нас получилось, что y от x это квадратичная функция, следовательно, ее график это парабола. Поскольку перед x в квадрате стоит минус, то рога параболы смотрят вниз. Все, господа, и больше ничего не могу сказать дополнительного про движение тела, брошенного под углом горизонта. Единственное, что я вам категорически рекомендую, не пытаться учить эти формулы, это бесполезно, они слишком длинные, берегите свое серое вещество. Эти формулы надо мгновенно уметь выводить. Если не будете уметь мгновенно, выводите их дома до тех пор, пока не будете выводить их мгновенно. Есть только один способ решать задачи, это решать их самостоятельно. Если вы думаете, что вы смотрите, как это делаю я, и вы так же легко это сделаете на тесте или на экзамене, вы ошибаетесь. Поверьте мне, можно долго смотреть на скоростной спуск на горных лыжках по телевизору и знать все, как надо делать. Но если вы сами ни разу не одевали горные лыжи, то из вас на трассе скоростного спуска получится кровавая котлетка. Так, господа, поверьте мне, лыжками крутить гораздо легче, чем крутить вашим серым веществом. Но почему-то ни один здравомыслящий человек, не умеющий кататься на горных лыжах, не пытается выйти на олимпийскую трассу по скоростному спуску, а пытаться прийти на экзамен ни разу не вывести в виде всего того, что было на лекции, пытаются. Самый эффективный способ подготовки к экзамену вот вопрос движения тела, брошенного под углом горизонта. Вы садитесь и пытаетесь выводить. Вы очень скоро упрётесь лбом в стену. Тогда вы идёте в конспект, в видео, смотрите, как это сделано, доходите до конца и пишите это всё своей рукой. Потом закрываете конспект видео, снова начинаете писать и снова упираетесь в стенку. С пятого раза вы перестанете упираться в стенку. Если у вас, конечно, серое вещество, не очень серое. А если очень серое, тогда вам остаётся только идти на трассу скоростного спуска по горным лыжам. Но тоже ничего не получится, вы уже опоздали. Это надо было делать с роднего детства. Кстати, приводить подобные тоже надо было учиться в школе среднего детства. Сейчас это научиться будет сделать очень трудно. Если вы в школе, не можете такие вещи сделать почти устно. От неупотребления органы атрофируются. в качестве стандартных я хочу здесь привести две стандартные задачки. Первая задачка это как из миномёта, который стоит на абсолютно горизонтальной поверхности, но мы все гуманисты, он стреляет не чем-то страшным, он стреляет полиэтиленовыми пакетами с пахучей, вонючей, неприятной жидкостью внутри. А там к вам подползает зловред. Вы хотите его не убить, упаси Боже, только отправить в душ. Спрашивается, если зловред находится на расстоянии L, под каким углом надо? А скорость, с которым пакет может вылетать из вашего пакета мёта, V с ноликом, под каким углом надо кидать его? Ну, естественно, надо вспомнить формулу для дальности полёта L равняется V с ноликом в квадрате делить на G на синус двух альфа, и отсюда сразу же следует, что синус двух альфа есть LG делить на V с ноликом в квадрате. При этом стоит помнить, что синус альфа не может быть больше единицы. поэтому эта величина должна быть не меньше единицы. Поэтому ответ у этой задачи довольно хитрый. Если L больше, чем V с ноликом в квадрате на G, то вы никогда из такого миномёта не попадёте в зловреда, находящегося на расстоянии L. У вас он просто никогда не долетит. Тогда ответа решения нет. если L равняется V с ноликом в квадрате на G, то есть зловред находится на максимальной дальности, куда можно забросить тело, то у вас есть только одно решение, и под каким углом надо кидать? 45. И, наконец, если L меньше, чем V с ноликом в квадрате на G, то тогда 2 α, тогда синус 2 α, ну, собственно говоря, он написан, чему он равен, это выражение меньше единицы, тогда 2 α равняется арк синус из LG на V с ноликом в квадрате. Тогда α, казалось бы, это 1 2 арк синуса LG на V с ноликом в квадрате. Однако, все не так просто. Если мы нарисуем единичную окружность, я напомню, что из синусов вот это, а это ось косинуса, если нам задано выражение для синуса меньше единицы, вот какое-то такое, то, конечно, это есть угол 1, это синус 2 α у нас, да? Мы для 2 α решаем задачу. Но обратите внимание, есть еще один угол, при котором синус будет тот же самый. Это вот этот угол. естественно, второй угол будет равен π минус минус 2 α. И тогда решение у нас, кроме этого, есть еще одно. Это α1, а α2 будет равен, если мы это поделим на пополам, будет π пополам, минус арк синус из Lg делить на v с ноликом в квадрате и 1 вторая. Господа, оказывается, в этом случае, когда у нас мишень находится здесь, имеется две траектории, которые расположены симметрично относительно траектории 45 градусов по начальному выстрелу. В эту точку можно попасть вот так, а можно попасть вот так. Это так называемая настильная навесная траектория. Вот теперь задача решена полностью. Итак, если L больше такой величины решения, нет. Если L точно равна такой величине, единственное решение 45 градусов. Если L меньше такой величины, имеется два решения, такое и такое. Задача решена полностью. Да? Пи пополам минус половинка арксинуса. Как-то оно больше, чем Пи пополам, если от Пи пополам что-то отнимаем. Если от Пи пополам что-то отнять, будет меньше, чем Пи пополам. Яс. Но кроме того, мы в прошлый раз с вами выводили закон сложения скоростей, продифференцировав который получаем закон сложения ускорений. На эту тему хочу продемонстрировать тоже пример решения задачи. Высокая высокая башня. Воздуха нет или почти нет. И очень невоспитанный мальчик решил потренировать любимую собачку и кошечку очень хорошей девочке к полетам в космос. То есть нахождение в невесомости. И поэтому он кидает собачку вертикально вверх со скоростью ВС-0, а кошечку горизонтально со скоростью ВС-0. Воздуха нет. Или почти нет. За время Т меньшее, чем время падения кого-нибудь из подопытных животных на землю. Как найти расстояние между ними? У этой задачи есть два решения. Первое, которое предпочтительно, математическое. Когда вы закладываете это все в мясорубку под названием математика, крутите ручку, получаете ответ ни о чем не думая. Я вообще за эти решения. первое, что приходит в голову ввести вот такую систему координат x, y и написать координату собачки и кошечки, ну пусть горизонтально полетела собачка, а так полетела кошечка. Тогда x собачки как функция времени это будет просто В нулевое Т. y собачки как функция времени у нее начальная скорость по вертикали равна нулю, поэтому берем выражение для y компонента начальная скорость ноль минус одна вторая g t в квадрате. x кошечки, которую кинули вверх, у нее начальная скорость равна нулю, поэтому выражение для x будет ноль. Она будет читать вертикально. что касается y кошечки, то начальная скорость v нулевое вверх, v нулевое t минус половинка gt в квадрате. Итак, мы знаем сейчас координату и собачки, и кошечки в любой момент времени, чтобы найти расстояние между двумя точками, вот тут находится где-то кошечка, тут где-то находится собачка. Расстояние между двумя точками находится по теореме Пифагора. Это будет гипотенуза такого треугольника, по высоте разница y, по горизонтали разница x, вот это delta x, разница их координат, это delta y. Поэтому расстояние между ними это корень квадратный из разницы координат в квадрате плюс разница по y в квадрате по x, по x и по y. Теорема Пифагора. Разница координат это корень квадратный из x собачки минус x кошечки в квадрате y в квадрате это y собачки минус y кошечки в квадрате. Подставляем получаем корень квадратный v нулевое t минус 0 в квадрате плюс y собачки минус половинка gt в квадрате минус y кошечки минус v нулевое t плюс половинка gt в квадрате и тоже все в квадрате. gt в квадрате съедается получается от первого слагаемого v нулевое в квадрате t в квадрате от второго v нулевое в квадрате t в квадрате. Итого v нулевое квадрат t в квадрате на 2 v нулевое t вынесли корни из 2. Это ответ. На самом деле этот ответ можно было получить практически устно, перейдя в удобную систему отсчета. мы помним закон сложения ускорений. Ускорение одного тела в одной системе отсчета есть ускорение его в другой системе отсчета минус относительное ускорение. Давайте свяжем систему отсчета например с нехорошим мальчиком который кинул собачку и кошечку и сам в этот момент головой вниз с нулевой скоростью прыгнул вниз с этой башни. Тогда он будет падать вниз с ускорением g. с каким ускорением относительно него будут двигаться собачка и кошечка? Относительно земли они летят с ускорением g, но он сам летит с ускорением g. Да, поэтому относительно падающего мальчика они будут двигаться без ускорения. Следовательно они будут двигаться для него с его точки зрения, если без ускорения, то как? Равномерно и прямолинейно. Если они двигаются равномерно и прямолинейно, в начальный момент времени у одной скорости была направлена вверх, у другой горизонтально, скорости не меняются. Тогда для падающего мальчика, кто там, собачка по горизонтали проходит расстояние V0 и T, кошечка проходит расстояние V0 и T, они находятся в вершинах квадрата, а диагональ квадрата, как известно, V0, это сторона квадрата, умножить на корень из двух. Выбирайте удобные системы отсчета. Ну вот вам, кстати, в стадии ВЭЙС после каждой лекции выставляются задачи, которые вам рекомендуются. Я категорически рекомендую вам трясти преподавателей на семинарах, чтобы вы на семинарах их разбирали, потому что на экзамене каждый из вас получит, кроме вопросов, еще задачу. Из известных задач. Только я боюсь, что если вы на семинарах их не разберете, если вы сами их не решите, у вас будут большие проблемы на экзамене. Так вот, по этой теме я предлагаю вам подумать над несколькими задачками. задачки достаточно известны. Пока. Первая задачка почти про кошечку и собачку. это печальная история, как Винни-Пух висел на воздушном шарике на высоте H над землей, а на расстоянии L от того места, куда Винни-Пух может упасть, стоял пятачок с пушкой, А Винни-Пух запрограммирован так, что в момент выстрела пушки он отпускает ниточку шарика и начинает падать свободно. Но здесь некоторое физическое противоречие. Если он висел на шарике, он был в атмосфере. А если он в атмосфере, он не может падать свободно. Ну, пусть Винни-Пух достаточно упитанный, висел он недостаточно высоко, и поэтому еще сила сопротивления воздуха, она будет, чем больше скорость, она еще довольно маленькая. Итак, Винни-Пух начинает падать с сопротивлением атмосферы. Пока пренебрегаем. Вопрос. Под каким углом и с какой начальной скоростью пятачку надо выпустить ядро из пушки, чтобы Винни-Пух не почувствовал удара на землю? Догадались. У вас большое чувство юмора. Следующая задачка. Когда-то мы ее давали на какой-то там Олимпиаде, не то районной, не то какой-то. Училки в школе подняли виск, что задачка не физична. Короче, на Бермудском треугольнике на одном из островов. Ж смотрит не вниз, а наклонено под углом альфа на север. Вот тут север, тут юг, тут, естественно, восток, тут запад. Туземец, а на Бермудских треугольниках они все очень низкорослые, с нулевой высотой над землей, стреляет из лука под углом бета с начальной скоростью В с ноликом. На каком расстоянии от туземца упадет стрела, если он стреляет А на север, Б на юг, В на во... Не, на восток не надо, мы с востоком дружим, на запад. На запад. Жена-Север-Конимонад. А Жена-Север-Конимонад. Жена-Север-Конимонад. Да. Ну, естественно, училки в школе завопили, что это физически бессмысленная задача, так не бывает. Но в назидание училкам последняя задача на эту тему. Очень длинная наклонная плоскость. Упругая-упругая, длинная-длинная, никакого воздуха. Наклонена под углом альфа, Ж везде постоянно смотрит вниз. И на высоте H над плоскостью держат упругий шарик. Шарик отпускают. Он падает, упруга отскакивает, в следующий раз падает. Вот задачники Гальдфарба, по которому я учился в школе, хороший задачник для поступающих в вузы, требовалось найти расстояние между первым и вторым ударом. Шарик о поверхности. Эта задача была помечена как повышенной сложности, и даже сзади было решение, которое заняло полторы страницы у Гальдфарба. Ну, чтобы жизнь медом не казалась, рассчитайте расстояние между первым и 2023-м ударом о плоскости. Сами понимаете, если вы будете решать, как это делал Гальдфарб, найти скорость здесь, найти начальную скорость здесь, посмотреть, сколько пролетит, вам придется, если у него заняло полторы страницы, у вас займет полторы на 2023 страницы. Ну, где-нибудь вы ошибетесь. Можете секунду? Да. Читов в какой-то момент, но формы, а не только большой, что мне на полторы на 2023 страницы, а больше потребуется? Не знаю. Задача эта устная. И ее решению сильно помогает эта задача. Я чуть подскажу. Выберем удобную систему отсчета. Вот так. Х. Вот так. У. В этой системе отсчета G смотрит вот так. А теперь повернем эту систему отсчета по-человечески. Вот так. Вот так. У. Тогда в так повернутой системе отсчета G будет наклонено. Передавайте привет глупым училкам, которые сказали, что та задача нефизична. Для решения эту задачу удобно решать, зная решение задачу продвижения камня в косогравии. Да. Здесь? Ну, будет там стоять в стадии Вейс. На каком расстоянии от него упадет стрела, если он стреляет на север, на юг или на запад? Все с этим. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok